Пирожки и чай на этом протокольном мероприятии – насущная необходимость. Инна Полякова, представитель Министерства ЖКХ Московской области, только что вернулась с инспекции нескольких дворовых территорий города Видное, а температура на улице под минус 20. На совещании в кабинете заместителя главы администрации Ленинского муниципального района Сергея Гаврилова она озвучила сроки, в которые необходимо начать работы по реконструкции городских территорий. Обеспечить до 1 марта разработку конкурсной документации по комплексному благоустройству дворов с той целью, чтобы во исполнении поручения губернатора Московской области с 1 мая начать работы по комплексному благоустройству. На протяжении двух часов до совещания чиновница в сопровождении сотрудников муниципалитета, представителей общественности и жителей домов посетила те территории, на которых в 2017 году планируется проведение комплексного ремонта. Здесь детская площадка. Где? Здесь покажите мне. Вот, вот, вот. Детская площадка на какой возраст? 3-7, да. То есть она для малышей? Потому что большая площадка для взрослых детей с той стороны дома находится. Предметом пристального внимания представители министерства стали не только планы будущих работ, но и то, как обслуживаются территории у домов. Информацию получала из первых рук от жителей. Скажите, пожалуйста, вот у вас как осуществляется вывоз мусора? Регулярно, в соответствии с графиком? Вот сегодня мусоровозящая компания уже вывозила. Да, они утром рано. Вот это накопленный уже мусор в течение вот этих трех часов. По вопросам планов на будущие работы, чиновницу областного правительства консультировали начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Ленинского района Вера Маркина и начальник отдела благоустройства Андрей Смекалин. Когда у вас здесь что-то делали? Ничего не красили. В этом году ничего не было покрашено. В прошлом. Нет, нам обещали это заменить. Значит, вы включили в план комплексного благоустройства. Да, они на площадке, да. В ходе инспекции дома номер 15 по улице Строительной Инна Полякова выслушала пожелания жителей относительно огороженной охраняемой парковки, которую при проведении работ по благоустройству планируется упразднить. Если этот опрос сейчас на вот таком месте не было походить, при таком согласовании сообщественного места плана комплексного благоустройства, у нас схема только согласования, она в администрации. И эта схема, она была согласована. Я так понимаю, что предложение, если это огородить вообще всю территорию, это ошлагбаум перенести вот в эти вот места, чтобы, так сказать, контролировать всю территорию. Да, а кто против? Уже на совещании в муниципалитете Сергей Гаврилов, заместитель главы администрации Ленинского муниципального района, по этому конкретному адресу представил самый полный план будущих работ, согласованный с жителями и общественниками. Эту схему мы сейчас в первом приближении уже берем в разработку, в работу, да. Вот, чтобы не получилось так, что, грубо говоря, на встрече было одно высказанное мнение, сейчас есть альтернативное мнение, которое выяснилось практически случайно. В ходе визита Инна Полякова посетила и те дворы, где уже были проведены работы по благоустройству в 2016 году. На совещании она обратила внимание чиновников на необходимость дополнительных работ на этих участках. В целом же, деятельность муниципалитета на этапе подготовки работ по благоустройству чиновница оценила положительно. Идет общение с ассоциацией, идет общение с жителями, и, по крайней мере, те жители, которые выходили, они в курсе, они знают, что будет происходить на их территории. Поэтому это, конечно, радует, что идет хороший, в полном смысле этого слова, диалог с населением.